Шалом, друзья! Сегодня третий день праздника Ханука, третья свеча, и мы попытаемся услышать, как сказал предыдущий Любавич Искеребе, о чем говорят ханукальные свечи. Роды своей деятельности я часто слышу от наших евреев, пожилых евреев, которые прожили длинную жизнь, тяжелую жизнь иногда. Я уже столько лет не соблюдал, я уже столько лет не одевал тфилин, может быть не стоит. История праздника Ханука показывает, что не просто стоит, а мы обязаны. Вы знаете, когда Маковеи вошли в храм и очистили его от идолов, они в принципе могли не зажигать ханукальные свечи, не искать тот кувшинчик, благодаря которому произошло чудо. Почему? Потому что греки слишком длительное время владели нашим государством, слишком длительное время храм был осквернен, и слишком длительное время, больше трех лет, шла сама война, и все Маковеи были осквернены нечистотой смерти, так как они воевали, воевали за независимость нашего государства, пытались освободить его. Они не виноваты, и в принципе они могли бы не зажигать свечи. Они были в состоянии ритуальной нечистоты, нужно было время, чтобы очиститься, нужно было время, чтобы зажечь новое масло, ведь столько лет уже не горело. Можно было сказать, я не буду зажигать, столько лет не горело, подождем еще немножко, и потом будет возможность, и зажгем. Но Маковеи отвечает на вопрос каждому из нас, тот вопрос, который я только что задал, а можно ли подождать? Маковеи говорят так, до этого не горело не по нашей вине. Так распорядился Господь, так сделал Всевышний, что мы были подневольны, чтобы мы не могли трудиться, мы не могли трудиться на славу Богу, мы не могли зажигать свечи, мы не могли зажигать минору, мы не могли служить в храме. Это было тогда, и мы не виновны, это было не по нашей вине. Но сегодня, когда мы владеем храмом, каждый день, что не горит свеча, это по нашей вине. И поэтому, сказали Маковеи, мы обязаны сделать все, что от нас зависит, чтобы горело сегодня. Это один из главных уроков Хануки, который мы можем взять себе на всю нашу дальнейшую жизнь. Было время, когда мы были под гнетом наших врагов, когда мы были под гнетом советской власти, которая запрещала соблюдать. И многие евреи были потеряны и оторваны от своего еврейства. Но, слава Богу, времена поменялись. Сегодня мы живем в то время, когда мы можем зажигать, когда мы можем соблюдать, когда мы можем одевать тфелин. И каждый день, что мы это не делаем, это уже по нашей вине. Нам Бог никогда не вспомнит, что мы не делали это раньше. Ведь мы невиновны. Так сложилась ситуация. Но сегодня, когда у нас есть возможность, каждый из нас обязан это сделать. Я поздравляю всех с прекрасным праздником Ханука. Я желаю всем много чудес, таких, как было в этот праздник Ханука. Много света в наши еврейские дома. И помнить урок Хануки. Каждый день, что мы сегодня не одеваем тфелин, не зажигаем субботние свечи, не зажигаем ханукальные свечи, не приходим в синагогу на шаббат. Каждый день это уже по нашей вине. Мы обязаны, мы должны. И мы получим за это вознаграждение и большущее удовольствие. Всем хорошего, светлого праздника Ханука. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.